Пока европейские политики обсуждают свои планы, российские воздушно-космические силы продолжают чистить территорию Сирии от всех объектов террористов, штабов, заводов по производству бомб и оружия и нелегальных нефтяных караванов, одного из источников преступных доходов террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в нашей стране. Второй день операции «Возмездие» обсуждали в Генштабе. Репортаж Кирилла Брайнина. Ракета «Носис Ту-160» идет на взлет. Считанные часы бомбардировщик заходит на цель над территорией Сирии. Опустошая бомболюки, летчики наносят удары по заранее определенным позициям и объектам террористов. Здесь же, в сирийском небе, и турбовинтовые Ту-95МС, а еще бомбардировщики Ту-22М3. Они спрашивают фугасные авиабомбы. Это второй день операции «Возмездие». Накануне, после приказа президента к Воздушно-космическим силам, присоединилась стратегическая авиация. Промежуточные итоги сегодня подводили в Центре национальной обороны. Сегодня в 5 часов утра по московскому времени военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли второй массированный авиационный удар по вооруженным формированиям террористов на территории Сирии. С 5 часов до 5 часов 50 минут эскадрилья дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесла удары по шести объектам ИГИЛ в провинциях Рака и Дер-Изор. Целями для поражения стали склады боеприпасов, вооружения, скопления техники и тренировочные лагеря боевиков, а также мастерские по производству взрывчатки. Среди целей российских самолетов еще и нефтяные караваны террористов. Главный источник доходов – так называемый нефтепровод на колесах. Сотни бензовозов, перевозящих нефть для переработки в Ирак. Удары по коммерческой инфраструктуре боевиков, говорят в Министерстве обороны, будут только усиливаться. Только за первые несколько дней авиация уничтожила около 500 таких бензовозов. Это существенно снизило возможности боевиков по незаконному экспорту энергоносителей и, соответственно, их доходы от контрабанды нефти. Хочу отметить, что сегодня принято решение, в соответствии с которым российские боевые самолеты вылетели на так называемую свободную охоту за автомобильными цистернами, перевозящими нефтепродукты, принадлежащие террористам в районах, которые контролируются ИГИЛ. Кроме того, сегодня бомбардировщики Су-34 приступили к нанесению ударом по объекту переработки нефти. Общее число боевых вылетов российской авиации с 30 сентября уже приближается к 2,5 тысячам и будет только расти. Отчеты о результатах операции, как обычно, в ежедневном режиме, с подробным описанием уничтоженных объектов и данными космической разведки и беспилотников. Хочу подчеркнуть, что ряд фотографий размещен в социальных сетях самими боевиками. Вот на первом снимке показано попадание крылатой ракеты в склад с боеприпасами в городе Ханши-Хун, провинции Длир. На второй фотографии зафиксирован бомбовый удар, нанесенный бомбардировщиком Ту-22Н3 по заводу, производившим боеприпасы в городе Ракка. В результате этого объект полностью уничтожен. Хочу отметить, что удар российской авиации продолжается и сейчас, в настоящее время. Нанесение авиационных ударов продолжается в соответствии с утвержденным планом. Для обеспечения безопасности о времени нанесения ударов и коридорах пролетов заблаговременно уведомляются представители международной коалиции. Свои итоги борьбы с террористами, запрещенной в России группировки «Исламское государство», сегодня подводили и в Пентагоне. Правда, удары, видимо, для масштабности считали не за последние сутки, а за весь год. С этой трибуны мы не раз сообщали о наших усилиях в борьбе с ИГИЛ за последний год, или около того, более 8 тысяч воздушных ударов. Министр обороны не так давно говорил о корректировках, которые мы вносим в нашу стратегию. В перспективе небольшое число специальных подразделений будут участвовать в этой борьбе. Мы делаем все, что можем для продвижения этой стратегии. Мы поддерживаем местные силы, способные не только вытеснять боевиков ИГИЛ, но и удерживать занятую территорию. Делаем все, что можем, по словам военных экспертов, ключевая фраза. Ведь результаты этих усилий вызывают немало вопросов. Особенно, если сравнить эффективность ударов, возглавляемые Соединенными Штатами коалиции, с бомбардировками позиций террористов российскими воздушно-космическими силами. Операция ВКС России по уничтожению инфраструктуры и объектов ИГИЛ в Сирии, безусловно, ведется с высоким профессиональным качеством, если мы говорим чисто о цифрах, только за вчерашний день российская авиация совершила более сотни боевых вылетов. При этом была задействована не только авиагруппа, которая у нас находится в Сирии, но также и стратегическая авиация. В целом, на этом фоне впечатляющих воздушных ударов, эффективность которого вынуждены признать даже аналитики Пентагона, к сожалению, на этом фоне коалиция ограничилась не более чем 20-ю боевыми вылетами, что, конечно, выглядит явным диссонансом по сравнению с масштабной боевой работой российской авиации. Если эффективность российской операции в Сирии Соединенные Штаты признают неохотно, то в Европе совсем другой настрой. В немецком МИДе сегодня заявили, что считают Россию, возможно, даже ключевым партнером в борьбе с террористами. А французский президент настаивает на расширении международной коалиции. Операция в Сирии будет интенсифицирована. Я отправляюсь в следующий вторник в Вашингтон, а в четверг в Москву, чтобы обсудить с Бараком Обамой и Владимиром Путином необходимую координацию наших действий и как можно скорее решительнее достигнуть этой цели. Мы должны сформировать широкую коалицию, коалицию для нанесения мощных ударов именно по исламскому государству. Сегодня же флагман французского флота, авианосец Шарль де Голь, вышел из порта Тулона. Через несколько дней он присоединится к операции в Сирии. В Средиземном море есть и российская группировка военных кораблей. Накануне президент поручил командующему эскадрой установить с французскими моряками прямой контакт и работать с ними, как с союзниками. В свою очередь Великобритания заявила об отправке эскадренного миноносца «Дефендер» в помощь французам. Так что фактически антитеррористическая коалиция уже расширяется, хотя бы по принципу «союзник моего союзника». Кирилл Брайнин, Светлана Баркова, Артем Тихонов и Максим Кулифеев. Первый канал.